Евангелие от руки 8 глава 16 по 21 стих Никто зажегший свечу не ставит ее под сосудом Имеется ввиду конечно непрозрачный сосуд, стекла тогда не было И не ставит под кровать, а на подсвечники, чтобы входящие видели свет, вот образец А вот это все закрыть плотно, а для чего она тогда, эта свеча нужна? Это место нельзя читать, чтобы не остановиться, не вникнуть в него и не заплакать Ведь 2000 лет эти слова совершенно в другом направлении шли Человек уверовал, вот читаешь все жития Сразу его из дома выманули, в монастырь, за стену, ни один человек больше его не видит И он там ртом головешку поливает Воткнут горелый прутик и он трудится там ртом, таскает воду Из года в год Это что, ну явно что-то издевательство над словами Христа Свет это твой талант веры, твоя благодать, которую Бог тебе дал Она уже тебе принадлежит И теперь ты ее и вибируй, верни ее в деятельности своей А где деятельность? Ну, вот отсюда не будем выходить, все замерло Итак, чтобы входящие видели, я решил посмотреть только одно слово, входящие Кто? Куда? Ну там, где свеча горит, ну тут понятно Чтобы входящие видели свет В монастырь доступа нет никакого Устав гласить, ни один человек не имеет права перешагнуть территорию Даже мать пришла и мать не имеет права увидеть Только одному разрешили, она от епископа имела разрешение И сказали, ты спрятайся, завтра выведем его на работу И ты там его сынка своего увидишь Заляжь там, чтоб тебя не видели Да откуда же это учение-то такое? Входящие, это значит приходящие Вот заходят люди в вагон, а ты верующий сидишь Ты перекрестился, и входящие в вагон Увидели твою веру Входящие в трамвай, в автобус А это шире нужно взять Люди, входящие в этот мир И далее, 21 стихом Господь говорит Кто мне, матерь и братья мои? А суть, слушающие Слово Божие И исполняющие Чего слушать-то, когда его нет? Вот тут сидишь и просто руками разведешь Да ты что, выходит, что 2000 лет Все таланты, силы бросили на то, чтобы искоренить слова Христа Это не просто антиевангельское, а сверхантиевангельское отношение к Слову Божию Человек уверовал, да его скорее надо показать Смотрите, чудо Божие, обратился Он свидетельствует, наркоман, он обратился, он выходит, едет везде, свидетельствует Преступник обратился, он перед всем миром едет везде О нем свидетельствуется Его Бог спас Итак, под кровать Это означает на самое низкое место И входящий его не видит, оно закрытое Это место покоя Я так посмотрел, почему под кровать Господь сказал Какая она была кровать? Мы не знаем, но я примеряю к своей кровати Если меня под кровать поставить Там только загореться что-нибудь может от этой свечи Под моей кроватью, это столько затарено Но факт тот, что это не на подсвечнике Подсвечник должен стоять посредине, чтобы входящий свет этот видели А под сосудом, это закрытое, как под чугуном Закрытое все Затворник Откуда эти слова? Ну разве свечку можно назвать ее затворник? Ну давайте, поднимем ее на вершины горы, кто же будет? И вот сегодня мы должны буквально все подвержить ревизии во свете вот этих слов Сегодня во всех храмах мира читали вот это вот место Писания Где покаяние, когда оно будет принесено? За то, что тушили и тушили эти свечи Не то, что под сосудом или где А вообще его никто не знал, ни один человек До самой смерти Вот считаю, что в инвестии у Пахомия Великого 11 тысяч мужиков И никаких так крепковерующих 11 тысяч запечатать Но это же дивизия настоящая Селение рядом было 50 тысяч монахов Больше, говорит, в домах монахов, чем гражданских людей Да ведь такое полчища-то выпустится с евангельской веры Да Магомед бы даже дня не был Магомедом-то Он бы был апостолом Мы же породили это все Если мы свидетельствуем здесь Людям рассказываем о Боге Но как? Северный человек как-то реагирует Но реагирует-то на наши слова Он не может нас погасить Великалий потеряю в этом 15 дворов А вокруг-то, смотрите, по тысяче дворов селок Они ничего не могут сделать Если я свидетельствую о Господе В тюрьме 3700 человек И все знают, все тянутся, все спрашивают, просят помолиться Почему? На подсвечнике Потому что я молюсь, я не прячусь, открыто Ночью стою, это все знают Все охранники друг другу передают Начальник вызывает, беседует, спрашивает Я по тебе знаю Да и какая скукота смертная Талант Божий погасить А как радостно, что ты со светильником идешь Подсвечиваешь дорогу Тебе отношение-то другое уже Евангелист Лука 11 глава 52 стих Говорит о людях, которые ставят под сосуд И что им будет Горе вам, книжники То есть это люди грамотные Что вы взяли ключ разумения Это свет Учение, это свет И сами не вошли И хотящих воспрепятствовали Мы не знаем, вошли они или не вошли Но воспрепятствуют И воспрепятствуют, это точно А согласно этой второй части Легко понять тогда, что и они не вошли Если воспрепятствовали Каким образом? А кто не обратится, его прячет туда Это явно, что если бы узнали В командировке был монах И нашел кто-то стремится туда Он бы его наставил, этого человека Рассказал и сказал Иди свидетельствуй Ты как жил во грехах? Да Совсем ничего не знал Да ты как бесноватый А бесноватого-то исцелил Господь Он хотел прилепиться, как Христ Он говорит Нет, иди Расскажи родным близким Что тебе Бог сотворил А идти есть что рассказать Когда ты обратишься Иди Вот доказательство того Что не евангельским путем мы шли И нам поэтому приходится Сегодня наверстывать Это упущенное Просите Бога Чтобы вы все стали благовестниками Чтобы вы все свидетельствовали Я вам говорил с чего начинать Форму не меняйте Идите дома как одеты Домой Сколько людей могут обратить на вас внимание Итак Третья книга Езры Седьмая глава 14 Считаем Входящие Живущие на земле Если не войдут в это тесное И бедственное Они не могут получить Что уготовано Входящие в этот мир Они И имеют цель Достичь вечного царства Это узкое Тесное место Скорби Печали Но они все Растворяются Радостью Служения Иисусу Скажи Сегодня я для Господа Что делал Ну пил Ел Все пили и ели А что для Господа Ты делал Я ходил Молился Ну это прекрасно А ведь многих Сегодня тоже нет И при том Под разными причинами За 20 километров С другого Города Сновал тайки Приехал А живущие рядом Не пришли Ну сейчас трудно Задуматься Неужели у всех Сегодня такая стройка Что иначе завалить Не прийти Мы понимаем Бывает срочные Нанятые люди Бросить нельзя В субботу можно В воскресенье нет Но ведь Половина Больше половины Нет людей А вот вы знаете Кого нет Да побеседуйте Что случилось Почему Может горе какое А может быть Свеча погасла Может там уже пора Свечку менять Итак Бытие 1.4 Мы читаем о свете И увидел Бог свет Что он хорош И отделил Бог свет От тьмы Свет-то от тьмы Как отличается И Бог его отделил Проповедь это свет На подсвечнике А это тьма Выходит Тысячелетия Тьму насаждали Я по другому Не могу понимать Если верующих запечатать Не напускать на проповедь Это ясно Но Бог увидел свет А не написано Увидел тьму Что он хорош Не надо говорить Что видение Бог вас прославил То другое Я прямо из Библии Вижу что Бог Просправляет Когда другим Ты несешь свет И увидел Бог Отделил От тьмы А не так Свет найти И толкать его во тьму Там чтобы ни один человек Не видел Это совершенно Против написанного в Библии А вот из тьмы Бог Теперь выделил свет И отделил И 3 глава 16 стих Как Выкидыш Как младенец Не увидевший света Так я ему подоблюсь И сегодня православные Когда приходят Вы знаете кто Люди которые жаждут И им не дают Это говорят Абортированные Московской патриархии Недавно в газете Вычитал То есть то что я говорил Столько лет Наконец это Не от меня зависит Абортированные Это означает Мертвецы Как он говорит Не видели бы света И никто Евангелий не дает Церковь выбрасывает Они приходят А она их выкидывает Никто им не свидетельствует Не говорит Начинает беспокоиться Когда они перестают Свечки покупать А тут начинает Тогда человек ушел От него теперь прибыли нигде Ничего нет Я вам говорил Вот у нас была тут Иннокиня Она ушла Позавчера Позавчера на меня Она снова звонит Я предупреждал Вас говорил Будьте аккуратны С ней У них полное обеснование Бросила все По демтистам пошла Против крестного знамения Против церкви Против священников Все абсолютно поправо Что свет погас А за что Задержась За невоздержание В языке Не то что благодать На благодать А там близко Ничего нет Мы говорили Другим Оно не может Окончиться Смиренно веди себя Проси света Господне И Клисиас 2.13 И увидел я Что преимущество Мудрости Перед глупостью Такое же Как света Перед тьмою И я вижу Что проповедь Имеет такое преимущество Перед тем Чтобы человека Запереть за стены Как света Перед тьмою А ты Клисиас Так говорит Вот такое преимущество Если бы этим преимуществом Воспользовались Знающие Бога Что бы у нас в стране Это было А ведь худо Или бедно 1275 монастырей В России было Ты думай Это не один человек А то в каждом Монастыре И настоятели И вот в один день После света Попал туда И сказали Погибает Россия Это уже революция на носу Да выходите Идите к людям Несите Евангелие Идите нанимайтесь на работу Работайте Помогайте бедным людям И свидетельствуйте им Ну мы считаем О епископе Павлин Он пошел Пока хозяин А весь дом Его не обратил Не вернулся из плена В плен Сам себя продал А деньги Отдал матери Чтобы она выкупила сына Который в плену Сам себя выставил На базаре Говорит Продавай меня Тебе деньги за меня дают Я хороший садовник И нашелся человек Которому садовник Нужен был Экклесиаз 11 глава 7 стих Сладок свет И приятен для глаз Видит солнце Форму какую людям шили Как закрыться Друг с другом Не разговаривать Я считал Древние монастырские уставы Это придумать нельзя Вы сегодня Кто-нибудь Согласитесь с собой Начните молиться О монастырях Попробуй Может бы Бог размочалит их Может даст им покаяние А ведь люди Талантливые сидят там С высшим образованием Разные там Звания в миру имели Умницы то какие Сидят там Нет Закрылись Чтобы никого не видеть Глаза опущенные дома Ни с кем разговаривать нельзя Глаз поднять нельзя Писать письма нельзя Да надо день и ночь Криком кричать Мы виновны В гибели нашей страны России Что возлюбили Боли и тьму Нежели свет А почему Потому что дела их были злые А делающие Правду идет к свету Делали бы по правде Получили правильное Евангельское учение Да разве это было Чтобы надевали на нас Такой колпак Из-под которого Свечка-то даже Не светит Матфея 4.16 Пророчество было Народ сидящий во тьме Увидел свет великий И сидящим В стране И тени смертной Воссиял свет Пусть это будет о России О монастырях О храмах Чтобы воссиял там Свет Евангелия Свет истины Христовой Чтобы люди Сознательно Уверовали во Христа Понесли этот свет Я испытал В жизни своей Великую силу Толкования Святых Отцов Великую Премудрость Отцов Святых Которые дали Если бы сейчас Каждый-то так Свидетельствовал Вы не думайте Что женщина Ничего не может делать Мне пришлось близко Познакомиться С одной деревней Почти все Пятидесятники Я говорю А как вы могли так А были православные А как А вот Мария Ивановна Здесь была Она нанялась Говорит с Михаилом Ивановичем С мужем Коров пасти И с каждой Ходяйкой беседовала Она в течение года Всю деревню обратила К себе То есть Завалила ее В пропасть адскую Люди поверили Почему Она говорила Из писания А дальше поворачивала Дальше получили все языки Стали кричать Биться и все Их уже ни одного Нельзя найти Ни одного Нельзя вернуть Матфея 5.16 Так да светит Свет ваш Перед людьми Чтобы они Видели ваши добрые дела И не только добрые дела Наши видели Но и слышали Ибо вера отслышания И в откровении 1.12 И обратившись Я увидел Семь золотых светильников Разве это все случайно А семь золотых светильников Это семь всемирных церквей Это означает Полнота церкви Везде светильники Нигде не написано Что обернулся И увидел Погасшая головня Увидел Они светильники На подсвечнике стоят Вся церковь Это олицетворение проповеди Да откуда Берешь то все Диане апостолов 8.4 Стали гнать Апостолы Остались в Иерусалиме А рассеявшиеся Запятая Ходили и благовествовали И дети Все до одного Ходили и свидетельствовали Житие корионов Посмотри Маленькие ребятишки стоят 6 и 7 лет И между собой судят А как правильнее проповедь Сказать так Чтобы хозяин уверовал А как Он сейчас пойдет А мы поздороваемся с ним Он удивится А мы ему скажем Здравствуйте Господин наш А не рабы Здравствуйте дети Ты господин На телами нашими На духе Христос У нас Чего Христос Над нами царь А мы только телом Подчиняемся тебе А дом твой Он похож на ад Люди Христа Не знают Это что такое Сказали они Христиане Так я же им посылаю Все время Языческие жертвы Мясо Говорят Они собакам Выкидывают его А свой Говорят И завтрак отдают Нищим А дальше все будут Мучениками Малые дети Пробудившиеся Так засияли Что хозяин Наслеп от этого Света В ярости своей Варух 3 глава 20 стих Говорит Что позднейшие Видели свет На пути мудрости Не познали Какое страшное место Позднейшие Так о сегодняшнее время Даже им читаешь Библию Говоришь У нас вышли книги А не видели Они только против Воюют И все На пути истины Не познали И 3 езра 2 глава 21 стих Дается программа Каждому из нас Вы знаете Люди Которые не знают Истины Они слепые Темные Учение света А не учение тьма И слепого Называют темными И говорит Увидишь слепого Приведи его К видению Света моего Говорит Господь Бог Ты видишь Человек ничего не знает Не торопись домой Остановись Но немного расскажи ему Другой возможности Может не быть Ты горько будешь Жалеть Когда узнаешь Что он умер Возможность ушла Ты никогда ему Никогда не расскажешь О великой любви Великого Бога Как Бог любит человека Возвестите им Когда Тавид умирал 13 глава 4 стих Он удивительные Наказы давал Тове Сыну своему И говорит Итак Возвещайте величие его Превозносите его Перед Всем миром Живущим Мы можем его Превозносить Мы многое получили Любит нас Бог Возвестите миру Это И 13 глава 8 стих Пусть все Возвещают о нем И прославляют его Тогда было в Иерусалиме А мы скажем И прославляют его В Барнауле Дайте такой наказ Детям Внукам своим Познавайте чудеса Божии Луна светит Это Господь так сделал Темно Это Владыка наш Так сделал Сегодня нам так хорошо Господь позволил Войны опять не было Землетрясения не было Не развалился Барнаул Благословен наш Бог Иегова Как Он любит нас И Сына Своего послал И Церковь нашу сохранил Как мы рады всему Итак Будьте истинными Свечами Чтобы и запах от нас Был как восковое А не от мерзких свечей Которые нечистые Сегодня в церквах горят И благословен наш Господь Через такое чудное место Даровавшее нам побуждение Светить Чтобы все Входящие в этот мир Познали истину Христову Аминь